вот это я понимаю скорость если вы хоть маломайски знакомы с интернетом или социальными сетями я уверен что вы друзья не раз на просторах сети сталкивались видосами парнишки который просто поражает всех своей феноменальной скоростью ударов так вот данного бойца зовут райн гарсия и он является одним из самых перспективных боксеров современности который уже дышит спину своим звездным коллегам по цеху в том числе и василию ломаченко на спаррингах ломаченко проиграл мне в сухую три раунда в этом выпуске мы расскажем вам как обычный подросток который тренировался у себя в гараже дома сумел стать звездой мирового спорта а также покажем вам пять моментов когда райн гарсия сумел шокировать мир бокса своей необыкновенной силой а самое главное скоростью так что перед просмотром ролика не забудьте поставить лайк поехали история становления нашего героя весьма своеобразно если одни боксеры имеют привилегию начинать свою спортивную карьеру в хороших условиях то другие не обладают таким везением как раз таки райн гарсия входит во вторую группу ведь американец мексиканского происхождения свои первые шаги в боксе делал в гараже у себя дома да да в этом скромном помещении где казалось бы не то что тренироваться но и находиться нежелательно но нет наш герой именно там научился впервые правильно бить джеб вообще правильно говорят что именно обшарпанные стены еле живых залов воспитывать из мальчишек настоящих чемпионов молодой райн гарсия несмотря на все трудности быстро достиг успеха на любительском поприще сумев набить потрясающих рекорд состоящий из 215 побед при всего 15 поражениях и в возрасте 17 лет парень решает попробовать свои силы по профессионалам что по итогу окажется для него хорошей идеей однако главным толчком к известности стал не только и даже не сколько бокс сколько социальные сети в которых райн очень быстро прославился за счет своих роликов где юная суперзвезда демонстрирует свою феноменальную скорость в инстаграме у рай на почти 9 миллионов подписчиков youtube более миллиона подписчиков тик ток почти 5 миллионов подписчиков и так далее короче говоря раскрутить себе этот парень сумел спал на благодаря чему собственно его гонорары даже за поединки против откровенных среднячков вероятно более внушительный чем у того же ломаченко с которым кстати нашего героя связывает особенная история которую мы вам расскажем чуточку позднее а теперь давайте перейдем непосредственно к боям данного бойца ведь кто бы там что про него не говорил бы это в первую очередь боксер а только потом все остальное парень умеет драться его рекорд отлично это подтверждает и так давайте посмотрим пять моментов когда райн гарсия шокировал мир бокса своей молниеносной скоростью и силой итак открывает наш список уничтожений поединок который прошел зимой 2018 где наш герой столкнулся на ринге с дерзким доминиканцам по имени браулио родригес до боя соперник крайна всячески издевался над своим оппонентом и даже чуть ли не устроил драку однако непосредственно на ринге вся эта бравада ему не помогла ведь уже на первой трех минутке гарсия сумел отправить соперника в ногдар но нужно отдать должное несмотря на то что дела у доминиканца складывались так скажем не очень хорошо духом этот парень не упал и всячески пытался показать это кривляясь перед гарсия однако жесткий боковой удар с правой руки а после брутальное добивание поставила жирную точку в этом противостоянии а брутальным нокаутом в первом раунде завершился поединок райна гарсии с аргентинцем франциска фанцека вы только взгляните а а а а а а а а быстро не так ли но это поверьте мне друзья не самый быстрый нокаут в исполнении нашего героя например поединке с мексиканцем мигеля каризоза райн сумел отправить того на пол спустя 8 секунд от начала гонга а и arn и и и а и и всего лишь за два удара. Молодой феномен завершил данную схватку. Идем дальше. А вы заметили, что большое количество своих нокаутов Гарсия одержал благодаря левому боковому удару, или так называемому хуку. Данный панч является своеобразной фишкой этого боксера, который в сочетании его скорости, силы и тайминга становится смертоносным оружием. Соперник Райана Гарсии по имени Фернандо Варгас не даст нам соврать. Ну и напоследок ловите уничтожение Райана, бойца по имени Джонатан Круз. Без шансов. Однако, друзья, будем честны. Из более чем 20, соперников Райана достойно можно назвать разве что Люка Кэмпбелла, который потерпел поражение нокаутом в седьмом раунде. Тогда как тот же самый Василий Ломаченко провозился с ним все 12 раундов. И да, пока не забыл. В начале ролика мы вам обещали интересную историю, связанную с Гарсией и Ломой. Так вот, держите. По словам 23-летнего боксера, он свое время, цитирую, в сухую перебоксировал Лому за 3 раунда. На спаррингах Ломаченко проиграл мне в сухую 3 раунда. Я перебоксировал его, оказывая на него давление. Поэтому они убрали меня. Но я хотел продолжения. Однако Василий Ломаченко на этот счет имеет свою версию. Украинец заявил, что все, что делал Райан Гарсия во время спарринга с ним, то это бегал по всему рингу. А кому можно верить или нет, это уже решать вам. Друзья, Райан Гарсия, безусловно, является талантливым атлетом нового поколения. И это не только из-за юного возраста, но и из-за подхода к раскрутке и медийности, которые сделали из этого парня звезду мирового масштаба. И за это нужно отдать ему должное. Совсем скоро, а именно 10 апреля этого года, феномен скорости проведет свой бой против действительно достойного боксера по имени Эммануэль Тогое. Так что будем ждать и пожелаем парню удачи. А на этом у нас пока все. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно делитесь этим видео с друзьями. Вы были на канале Халиф ТВ. Пока!